Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики Fibro.ru» и с нами сегодня аналитик компании Fibro.ru Богдан Заруцкий. Богдан, добрый день! Здравствуйте, Игорь, и здравствуйте, уважаемые коллеги! Прежде всего, поздравляю вас с тем, что с понедельника вы принимаете участие в битве на РБК ТВ в качестве технического аналитика. Желаем успеха! Как вы сами, внутренне, готовы к этой среднейшей жизни? Игорь, я слушаю вас практически через слово, но все то, что я услышал, я понял в целом. Я хочу сказать, что в целом готов, настроение у меня боевое, есть что рассмотреть. Конечно же, следующая неделя будет не такой разыщена на важные макрособытия, но тем не менее, все-таки можно найти интересные торговые идеи. Поэтому следите за этой битвой, я думаю, будет интересно. Будут интересные торговые идеи, некоторые сигналы. Я думаю, будет о чем поговорить и рассмотреть. Ну, отлично, здорово, здорово. Ну что, Багдар, давайте посмотрим, а что интересного сегодня, на что советуете обратить внимание? Да, что касается сегодняшнего дня, несмотря на то, что на американской сессии в целом не ожидается важных новостей, и в целом мы видим такую ситуацию, что американская валюта сейчас пока что пытается держаться в положительном ключе, график цены евродоллара немного разворачивается, но если же график цены уверенно преодолеет один из ключевых уровней поддержек, то в принципе уже можно говорить о том, что данная коррекция может усилиться, и в таком случае можно ожидать уже полноценное коррекционное движение. Сейчас пока что движение наблюдается в рамках этого восходящего канала, оно пока что спекулятивное, но если же будут все-таки пройдены ключевые уровни, в таком случае можно уже смело говорить о формировании уже более серьезной коррекционной модели. Поэтому пока что такая ситуация. Я считаю, что основное внимание участников рынка будет сосредоточено на завтрашний день, и несмотря на то, что это последний день недели, в целом можно ожидать хороший список торговой активности. Почему так? Поскольку на европейской сессии состоится предварительное значение индекса деловой активности в промышленности, PMI европейских стран, там ожидается либо же на уровне предыдущего значения, либо же немного лучше, но все равно эта новость может оказать серьезное влияние на рынок Форекс. Поэтому можно ожидать еще определенный список торговой активности единой европейской валюты. Если же действительно данные кажутся положительными, или даже лучше прогнозы, то можно даже ожидать и какой-то разворот от нынешнего небольшого коррекционного движения. Поэтому рекомендую быть осторожно. Может быть, даже участники рынка сосредоточатся на завтрашней европейской сессии. Что касается еще американской сессии завтрашнего дня, то я думаю, что как раз эта сессия будет интересна для тех, кто следит за экономикой Канады. В частности, состоится публикация индекса потребительских цен, это инфляционный показатель. Вот ожидается небольшое снижение его. Это, конечно же, может создать небольшое давление на канадский доллар. Поэтому, на мой взгляд, все самое интересное будет завтра. А сегодня мы наблюдаем небольшое укрепление американской валюты, поскольку также можно логично допустить, что происходит и фиксация ранее открытых позиций на покупку. Поэтому в этом движении тоже можно заложить еще и этот фактор. Притом, на мой взгляд, очень даже немаловажный сегодня. Также важно учесть и то, что будет еще выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Вот. Я не думаю, что участники рынка могут серьезно отреагировать на это выступление, поскольку и так глава ФРС уже четко дала знать участникам рынка касательно монетарной политики ФРС. Поэтому, если же действительно по-прежнему будет риторика у нее голубийная, скажем так, если же ничего такого серьезного не скажет, ничего такого вон выходящего, то можно ожидать по-прежнему некоторую слабость торгов, также можно ожидать и ранее заданную тенденцию укрепления доллара США в рамках спикрутивной торговли. Но, тем не менее, все-таки я был бы осторожен сегодня, поскольку пока что нет еще выхода на заключение выбора. Если же все-таки будет выход, тогда уже рекомендую это обратить внимание. Вот. Поэтому все на сегодня. И готов показать графики. Посмотрим в ближайший уровень поддержки и сопротивления. Конечно, Богдан, давайте посмотрим. Мы готовы, коллеги, вопросы Богдану можно задавать в чате. Сейчас мы рассмотрим график цены евро-доллара на четверточасовом периоде. Здесь мы видим, что после формирования коррекционной двойки начался красивый импульс вверх. Видим, что в рамках этого импульса график цены довольно-таки красиво устоялся в рамках восходящей тенденции. Сформированный импульс единицы, коррекционная двойка, тройка, четверка. И, в принципе, уже есть некоторые намеки на завершение импульсной единицы. Но если же все-таки будет пробой поддержки в районе 1.0770, то в таком случае уже будут хорошие посылки к формированию коррекционной второй волны. Если же такое событие произойдет, если же будет пробой поддержки, в таком случае откроется перспектива достижения следующего уровня в районе 1.0706. На мой взгляд, вот эти два уровня пока что являются, на мой взгляд, актуальными для данной валютной пары, если же все-таки будет наблюдаться дальнейшее снижение, то есть укрепление доллара США. Но если же все-таки будет уверенный разворот от района 1.0770, то в таком случае можно ожидать дальнейшее развитие импульса в рамках последней пятой подволны. И если же все-таки будут покупки, то, на мой взгляд, первая уверенная цель – район 1.0829. А кто разбирается в разновидностях импульсов волн Элита, я думаю, что прекрасно знают, что есть еще и случаи, когда происходит усечение последней пятой волны. Вот здесь я хочу быть осторожным, поскольку бывают такие случаи, когда последняя пятая подволна доходит до локального максимума, а там уже происходит разворот вниз. Довольно-таки интересные показатели случаев, когда может произойти разворот тренда. Но если же все-таки будет пробой этого максимума, то в таком случае может быть даже и ускорение восходящей тенденции. Если же даже будет и пробой района 1.0829, то в таком случае можно ожидать достижения района 1.0867. Поэтому вот такой случай. Но все-таки пока что сдерживает график цены, на мой взгляд, красота района 1.0770. Интересно посмотреть на стерлинг в паре с долларом США. График цены демонстрирует пока что разностороннюю динамику, толком вверх, толком не вниз, но все равно пока что график цены держится в такой себе восходящей тенденции. Недавние события, которые произошли, видимо, не сильно повлияли на ход торгов. Но если же все-таки будет дальнейшая восходящая тенденция, то можно ожидать достижения следующего уровня в районе 1.2557. Сегодня на европейской сессии стало известно, что состоялась публикация индекса розничных продаж. Показатель, эти данные вышли за февраль, показатель вышел положительный, намного лучше предыдущего значения. И, на мой взгляд, пока что это поддерживает валюту туманного альпиона. Пока что такая ситуация, даже несмотря на трагические события вчерашнего дня. Интересно посмотреть еще и на канадский доллар. График цены пока что консолидируется. Тоже толком не вверх, толком не вниз. Была уверенная попытка закрепиться выше, чем 1.3355. Но эта попытка не увенчалась успехом. График цены все-таки закрепился ниже. График цены консолидируется. Но все же это движение пока что рассматриваем в рамках коррекционной четверки. Посмотрим, как график цены все будут дальше вести. Но, по крайней мере, завтра тоже будет интересный спец торговой активности канадским долларом, поскольку все-таки инфляционные показатели тоже могут довольно-таки хорошо повлиять на ход торгов. Если же они все-таки будут негативными, то это может негативно сказаться на канадском долларе. И все-таки еще можно допустить очередное тестирование района 1.3355, может быть, даже с его пробоем. Интересно еще на золото посмотреть. Золото по-прежнему держится в положительном ключе. График цены уверенно преодолел район 1242 долларов за унцию. Красиво закрепился в более высоких торговых рамках. Даже не дошел до поддержки. И красиво также развернулся. Сигнал положительный. Если же будет пробой недавнего максимума в районе 1250 долларов за унцию, то, на мой взгляд, будет еще дополнительный сигнал дальше покупать. Может быть, даже раз на американской сессии это произойдет, будет хороший сигнал. Если же будет пробой, то в таком случае откроются перспективы достижения следующего уровня сопротивления в районе 1267 долларов за унцию. Поэтому с технической точки зрения есть хорошие сигналы в сторону покупки данного банковского рутауна. Ясненько. Поняли вас, Богдан. Спасибо большое вам за сегодняшний обзор. Мы попробуем сейчас реализовать некоторые из этих идей. Вам хорошего дня и удачи на рынке. И вам хорошего дня. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Спасибо. До свидания. До свидания.